Столбик термометра снова начал повышаться. Температура воздуха обещает быть выше нормы. С чем связано возвращение летней июльской жары, выяснял наш корреспондент. Ливень в Москве, в Казани, наводнений, шторм в Сочи и в других городах – все это обрушилось на жителей России после жаркой погоды в июне. К примеру, Черноморское побережье не было готово к такому удару стихии и пришлось объявить о введении режима чрезвычайной ситуации. За 12 часов в Сочи выпало 158 миллиметров осадков, при норме в июле – 120 миллиметров. Эксперт Казанского университета объяснил такое нервное поведение климата. Существует статистика, что от климатических рисков сейчас кратно нарастает ущерб. Таким образом, и не зря именно вопросам изменения климата в настоящее время посвящены политические форумы. Эти вопросы обсуждаются на самом высоком уровне, что подтверждает нарастающие негативные последствия изменений. По словам Тимура Ауходеева, возвращение жаркой июльской погоды обусловлено влиянием малоподвижного антициклона, который пришел на нашу территорию из Скандинавии. Именно он формирует такую малооблачную погоду в условиях максимально продолжительного дня и максимально коротких ночей и создает условия для дневного повышения температуры. Не прогнозируется, что вот эта жара, вот эта вот ближайшая такая жаркая декада будет отмечаться каким-то температурным рекордами. Дело в том, что в этот период, например, в 2010 году температура воздуха поднималась до 38 градусов. Сейчас же близко такого даже не наблюдается. По долгосрочному прогнозу Гидромедцентра Российской Федерации июль обещает быть жарким. Чуть выше нормы в пределах полутора градусов. К сведению, среднемесячная температура июля составляет 20,2 градуса. Но с учетом прогноза температура может равняться плюс 22 градусам.